Психологи бьют тревогу. Чем ниже интеллектуальный уровень родителей, тем больше оказывается психологическое давление на детей. И это давление достигает максимального уровня в старших классах. Мы изучили причины и последствия и даже пообщались с мамами, которые публично признают свои ошибки в воспитании детей. Единый госэкзамен становится причиной семейных скандалов. Дети боятся не столько оценки, сколько гнева родителей, которые возлагают максимальные надежды на ребенка. И прежде всего родители думают не о ребенке, а удовлетворяют свои эгоистические цели. Есть родители, которые говорят, что я не смог чего-то добиться в жизни, но я сделаю так, чтобы мой ребенок этого добился. Но вы же понимаете, что это давление идет на ребенка, и он может и не хочет, допустим, в тот институт поступать, который ему подготовил родитель. Для родителей ЕГЭ – это соперничество с другими родителями. Высокие баллы по экзамену, как «Мерседес» или цельная норковая шуба. Можно похвастаться. Но при этом реальные интересы ребенка никого не интересуют. Чтобы родителей научить ладить с детьми, в Карачаево-Черкесии открыты психологические консультационные центры. В школах 2, 4 и 11. Эти центры только для родителей. И поначалу психологам было нелегко подготовить отцов и матерей к открытости. Было трудно в каком смысле? В том смысле, что нужно было переломить психологическое отношение родителей. В нашей республике не очень принято выносить ссоры из избы. То есть делиться своими проблемами. Родители понимают, что ЕГЭ – это не так страшно. Страшнее скандала в семье. И взрослые осознали, что в скандалах виноваты не дети. Чем ближе к экзаменам, тем больше напряжения у меня. Он как бы спокоен. Он уверен, что он все знает. Я, как, наверное, многие мамы, не скажу, что впала в истерику, но переживательный момент такой. И мне хотелось, чтобы он более усиленно занимался, потому что мало времени осталось. Вы боялись, что он получит мало баллов и не поступит туда, куда хотите? Да. И в какой-то момент я поняла, что я перегибаю палку. А как вы это поняли? Потому что дома у нас стала немножко такая нервозная атмосфера. Ну, всегда же чувствуется, да, что что-то как бы немножко, фон поменялся. Вот. И я поняла, что нужно остановиться, не нужно давить на ребенка. Психологи дают не только душевные советы, как успокоить свои нервы. Чтобы ЕГЭ был успешным, надо детей не забывать поить водой. Очень надо многое пить водички, потому что головной мозг в период своей активности требует, скажем так, влагу. И не только обычную водичку, можно пить минеральную водичку, можно пить обязательно зеленый чай и желательно даже выпить не сахаром, а с меда. Первые выводы. Родители начали понимать, что надо быть не монстром, а другом для ребенка. Если он не получает понимания со стороны родителей, он пойдет и будет искать это где-то в другом месте. И не факт, что он найдет это в какой-то хорошей компании. Конечно, что угодно может быть. Психологи консультируют родителей совершенно бесплатно и анонимно. Поэтому не надо бояться выносить ссоры за збы. Генеральная уборка в збе очень полезна для душевного спокойствия ребенка и успешной сдачи всех экзаменов по жизни. Руслан Куркмазов, Роберт Джугутанов, Вести, Крачева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова